Из-за временного металлического забора доносится громкий звук отбойных молотков. Попавшие в распоряжение редакции кадры подтверждают, на Макарова-16, как почти месяц назад, снова происходит преступление. С 29 мая по 8 июня идут строительные работы на участке номер 16 по улице Адмирала Макарова. Работы ведутся довольно шумно. Ощущение, что работают отбойным молотком. Длительно, с утра и до вечера. В течение этого времени, исключая только один день, когда был ливень, а так работы ведутся постоянно. Хотя существует предписание культурного наследия о приостановлении каких-либо не только капитальных, но и земляных и строительных работ. Предписание, о котором идет речь, выписано собственником земельного участка номер 16 по улице Адмирала Макарова 14 мая, после того, как представители Севнаследия совместно с прокуратурой города и сотрудниками МВД зафиксировали на этом участке факт нарушения федерального законодательства. А именно, сооружение пятиметрового котлована под объект капитального строительства. Несмотря на то, что эта территория по некоторым документам числится как частная собственность, здесь нельзя вести никакое строительство или ремонт, исключая работы на линейных объектах. Почти все эти участки находятся в двух охранных зонах – объектов культурного наследия с одной стороны и железной дороги с другой. О ситуации в границах Шти с Зеленой Гай телеканал НТС подробно рассказывал в специальном проекте. Под угрозой оползня, как уголок Старого Севастополя обрастает уродливой застройкой. Если кратко, собственники земельных участков, расположенных на склоне над ЖД путями и в непосредственной близости от ОКН, пытаются выстроить огромные коттеджи, нарушая сразу несколько норм федерального и местного законодательства и не имея разрешения на строительство, надеясь, скорее всего, на так называемую «дачную реформу». Можно пару вопросов о стройке? Че-че? Пару вопросов о строительстве, которые вы ведете. Раз! Комментировать работы, производимые на участке, где любые строительные манипуляции запрещены властями города, предполагаемые собственники и нанятые работники отказались. Из-за строительного забора так никто и не вышел. Звук отбойного молотка моментально стих. Лишь мужчина, периодически встревоженно выбегавший из соседней калитки, вызвал участкового. Вероятно, чтобы написать заявление о попытках вторжения в его частную жизнь. Борьба севастопольцев за сохранение культурного наследия и всеобщее право лицезреть панорамы нашего прекрасного города и против частной застройки четной стороны улицы Адмирала Макарова ведется уже более 10 лет. И в прокуратуре. И губернатор города Михаил Развожаев признают, что на территории жди с «Зеленой гай» нарушается закон, и такого быть не должно. Понятно, что было осознанное нарушение закона с попыткой прокачать здесь свою ситуацию. И об этом было публично заявлено, что это делать нельзя. Поэтому я там, в принципе, не публично приезжал, смотрел, конечно, это не нужно было делать. И не нужно было там строиться. Однако время идет, но вопиющая ситуация на склоне Ушаковой балки над Севастопольской бухтой продолжает развиваться в негативном ключе. Из всех местных землевладений нам удалось обнаружить только одно, которое хотя бы внешне соблюдает существующие требования к собственности в ШТИС «Зеленый гай». Владельцы этих участков расписывали за то, что эти межевые знаки должны храниться пожизненно. Прямо там написано «пожизненно». Вот хотелось бы сейчас узнать, кто-то из департаментов проверяет эти знаки, кто должен проверять эти межевые знаки и где они в данный момент находятся. Потому что мы прекрасно знаем, что все участки сдвинули свои границы и в сторону Красной линии, за пределы Красной линии и внизу к железной дороге. И пока, к сожалению, несмотря на вроде как прилагаемые властями усилия, прекрасный исторический уголок Севастополя никак не может избавиться от страшных временных заборов, перегородивших здесь абсолютно все. И наглых застройщиков, жадных доклочков земли на обрыве, но бесспорно самым великолепным видом. Ксения Богинская, Елена Асачия, Юрий Риутин, Севинформбюро.